Она из тех немногих актрис-кинематографа, кто стал звездой еще в детстве. Раневская называла ее «живым чудом» и боялась на ее фоне выглядеть фальшивой. Она прославилась благодаря главным ролям в фильмах «Жила-была девочка, слон и веревочка, первоклассница». Сниматься стала в четыре года. Кто-то ей откровенно завидовал, а кто-то и не любил. Они любили одноклассники, именно они и завидовали, учителя в школе не любили за то, что их ученица привлекала слишком много внимания к себе, получала письма мешками. Когда она собралась поступать в театральный, ей сказали, что она уже снималась в кино много раз и на театральной сцене ей делать нечего. Пошла поступать в киношный институт, и там ей ответили. «А чему мы вас научим, вы и так звезда?» Но все-таки ей удалось поступить на дополнительный курс в ГИКа. После учебы Наталья Защипина попала в театр, где главный режиссер поставил ее в жесткие рамки или театр, или кино. Она выбирала театр, часто ездила на гастроли, но с каждым годом ролей в кино становилось все меньше и меньше. И только через несколько лет актриса поймет, что поступала неверно, отдавая приоритет театру. Хороший ее друг Андрей Миронов говорил, надо сначала работать на имя, много сниматься, а потом уже имя будет работать на тебя. Она не послушала его совета, а потом очень жалела. Наталья Защипина трижды была замужем. Первый муж – директор киностудии имени Горького, второй – румынский художник, выпускник Суриковского училища, вел официальные правительственные трансляции. В третьего мужа Наталья влюбилась, еще будучи замужем за вторым, но именно с ним она обрела настоящее женское счастье. Он полюбил ее сына, как родного. А сын сыграл малыша в детском кинофильме «Малыш и Карлсон». Он был бойким мальчиком, позволял себе дерзить даже звездам. Например, когда Татьяна Пельцер сделала ему замечание, он ей ответил, «Потише, а то мы вам быстро найдем замену». Обескураженная Пельцер даже не знала, что сказать. Будущая звезда экрана Наталья Защипина родилась в Москве, она является коренной жительницей этого города, в котором появилась на свет в 1939 году в интеллигентной семье. Отец свою жизнь посвятил спорту. Но она его почти не запомнила. Он был тренером по художественной гимнастике и тренировал сборную НКВД. А когда началась война, то отец добровольцем отправился на фронт, хотя имел бронь. В составе десантников отец погиб при выполнении военной операции. Мама же будущей актрисы была музыкантом, преподавала игру на фортепиано. После победного 45-го мама Наташи вновь вышла замуж. Ее избранником стал Исаак Левин, занимавший должность главного инженера на одном из московских заводов. Очим очень хорошо отнесся к Наташе и растил ее, как свою родную дочь. Семья жила в самом центре города, в доме, в котором располагался гастроном номер один. Детство Наташи не назовешь полным лишений и горя. Годы войны для нее были такими же, как и для остальных детей войны. Она с усердием занималась музыкой, но в ее жизнь ворвался кинематограф. Именно ворвался, когда ей было всего 4 года. Однажды она вместе с бабушкой гуляла в своем дворе на детской площадке, как вдруг мимо проходила помощница режиссера и заметила симпатичную девочку, красиво наряженную, аккуратно заплетенными косичками и звонким голосом, она болтала со своими игрушками. Тогда ассистент режиссера предложила Наташе пройти пробы для съемок фильма под названием «Жила-была-девочка». Ей предложили сняться в роли Кати. Съемки фильма планировалось провести в Ленинграде, причем прямо во время боевых действий, но блокада уже была прорвана. Мама Наташи очень опасалась за дочь, поэтому поехала вместе с ней и съемочной группой. Сценарий фильма маму Наташи так впечатлил, что она рискнула позволить дочери сниматься в фильме. Съемки проводили прямо в городе, когда не было авианалетов. Это делалось, чтобы передать максимально естественную жизнь девочки-блокадницы во время войны. Надо заметить, что по сюжету картины вторая девочка такого же возраста, как и Наташа, была будущая звезда фильма «Весна на Заречной улице». Она исполняла роль Настеньки. Ее также сопровождала на съемках тетя. Картина, снятая режиссером Виктором Исимонтом, «Жила-была-девочка», получила теплую встречу среди зрителей Союза и, кроме того, с успехом прошла в прокате по многим странам мира. И получила приз-латунную медаль. Наташа Защипина после выхода картины на большие экраны проснулась знаменитой. Это был 1944 год. На следующий год наша героиня снялась еще в одном фильме «Слон» и «Веревочка», где ей компанию на съемочной площадке составила несравненная Фаина Раневская. Потом, через несколько лет, они вместе также снялись в киноленте «У них есть родина» по пьесе Сергея Михалкова. И хоть саму картину Раневская называла не самой наилучшей, зато с удовольствием вспоминала работу с маленькой Наташей, которую называла «Живым чудом». Раневская говорила, что боится на ее фоне выглядеть фальшиво. После съемок Раневская была частой гостьей в доме у маленькой Наташи, дарила игрушки, книги и всячески развлекала. Когда закончилась война, Наталья снялась в нескольких картинах «Первоклассница», где снималась вместе с Тамарой Макаровой «Донецкие шахтеры», в степи «Дети партизана». Но тогда же, в детские годы кроме музыки, маленькая актриса посещала театральный кружок в доме пионеров. Но когда подошло время выбирать профессию, к огромному удивлению Натальи и ее родных, она услышала отказ во всех театральных вузах. Там ей сказали, что она уже признанная звезда кино и ей стоит поступать в Афгик. Но и в Афгике сначала отказали. Защипина даже растерялась. Тогда ей пришлось обратиться к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, с семьей которых родные Наташи дружили со времен съемок «Первоклассницы». Наталье удалось поступить на дополнительный курс в Афгик к Ольге Пыжовой. Педагог была не в курсе о том, что у нее будет обучаться кинозвезда. И став дипломированной актрисой в 1961 году, Наталья выбрала именно театр, ее манила сцена. Хотя она могла пойти на Мосфильм. И сделай она так, ее карьера развивалась бы куда с лучшим успехом. Театр сатиры принял молодую актрису в свою труппу. Валентин Плучик поставил ей довольно жесткие условия, актриса должна работать только в театре и больше нигде. А для съемок в кино выделять минимум времени. Наталья согласилась, посчитав, что кино уж точно от нее никуда не денется, она там была уже вроде как своя. Но очень промахнулась в таком суждении. Коллега по театру Андрей Миронов говорил ей так, ты совершаешь ошибку, нужно регулярно сниматься, работать на имя, чтобы затем имя работало на тебя. Кстати, наша героиня училась в одной школе с Мироновым, и в то время они очень враждовали. Наталья даже переехала поближе к театру, чтобы не опаздывать на репетиции и меньше тратить времени на дорогу. Она все ждала своей большой, самой главной роли. И полностью положилась на режиссера, считая, что он желает ей только добра. На самом деле, Валентин Плучик оказался тем самым злым гением в жизни актрисы. Предложения от кинорежиссеров с каждым годом становилось все меньше и меньше. Со временем актриса уже соглашалась на дубляж фильмов и мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи мультфильмов «Утиной истории», Чип и Дейл спешат на помощь, «Русалочка». Кроме того, она стала первой ведущей юмористической легендарной телепередачи КВН. Первым мужем Натальи стал Евгений, кинематографист, будущий директор Ленфильма. Оба тогда они были студентами. Влюбились им, казалось, навсегда, и, конечно же, хотели построить крепкую семью. Но студенческие браки не всегда отличаются долговечностью, к тому же первый блин иногда бывает комом. Так вышло и в случае с браком Натальи и Евгения. Как только студентка перешла в труппу театра сатиры, она заприметила художника-оформителя декораций Юрия Бугну «Румына по национальности». Влюбилась и закрутился служебный роман, который через год привел к разводу. Она посчитала, что теперь уж точно встретила мужчину своей мечты. Потому что первый муж покорил ее не столько внешними данными, сколько эрудицией и красноречием. Во втором браке у Натальи и Юрия родился сын Михаил, единственный сын актрисы. Уже через несколько месяцев после бракосочетания Наталья поняла, что новый муж ужасно ревнивый, склочный, к тому же неверный. Дошло до того, что муж стал все реже и реже появляться дома. На вопрос, где ты был? Он отвечал, тебя это не касается. Обида заполнила сердце Натальи. И неизвестно, как закончился бы этот брак, но актриса влюбилась в третий раз. Оказалось, что ее счастье было совсем рядом, в ее родном театре. Коллега Борис Кумаритов. Расписалась пара не сразу. Наталья не хотела ставить еще один штамп в паспорте, но они часто бывали на гастролях, и чтобы их селили в одном номере, решили все-таки расписаться. И вместе супруги прожили более трех счастливых десятков лет. А вот сыном Мишей, пока они были на гастролях, которые длились иногда по два-три месяца, самоотверженно занималась бабушка. Он почти повторил судьбу своей мамы. Стал знаменит в пять лет, снявшись в детском кинофильме «Малыш и Карлсон», который живет на крыше. Наталья Защипина играла его маму, Спартак Мишулин Карлсона, Татьяна Пельцер Фрекенбок, а Андрей Миронов – «Квартирного вора». Через некоторое время маленький Миша вновь получил роль Шуры в спектакле «Стихи Агнии Барто». Но свою судьбу с актерским ремеслом Михаил связывать не стал. Послушал совет о матери, которая поведала об обратной стороне медали актерской профессии. Михаил закончил технический вуз и занимается компьютерным бизнесом. Проживает вместе с мамой. Наталье Александровне, той самой первокласснице, 14 января 2024 года, исполнилось 85 лет. В кино она, конечно же, давно не снимается, зато на сцену любимого театра «Сатиры» выходит до сих пор. И хоть ролей в ее преклонном возрасте несколько поубавилось, актриса не сетует на жизнь. И мы все обязательно пожелаем прекрасной актрисе, которая подарила нам столь яркие и запоминающиеся образы в своих киноработах, здоровье, сил и прекрасного настроения, чтобы выходить на подмостки театра «Сатиры». Субтитры создавал DimaTorzok